Привет всем! Я сейчас нахожусь в процессе подготовки лекции по современному буддизму. Не только буддизму, я буду осматривать все религии Японии. Но я столкнулась с одной интересной штукой. Дело в том, что в какой-то момент я уперлась в то, как людям до этого, тем, которые меня будут слушать, объясняли историю религии. Я поняла, что, скорее всего, ее объясняли, как ее обычно объясняют. Объясняют ее, на мой взгляд, не совсем правильно. Дело в том, что очень часто, когда речь идет именно об истории буддизма в Японии, его подают как такую эволюционную теорию. Как это выглядит? Что вот у нас сначала был эзотерический буддизм, причем иногда поминают школы нары, иногда их даже не упоминают. Вот сначала был такой сложный эзотерический буддизм с такими ритуалами, в которых вообще не разобраться. Он был только для аристократов, а все остальные ничего не понимали. Потом у нас приходит буддизм чистой земли, говорят, да всего этого не надо, надо просто верить в Амиду. И все уже начинают верить в Амиду, и все становится хорошо, буддизм распространяется. А потом у нас приходит дзен, в основном почему-то в лице Дагена, который на все это смотрит и говорит, не надо, всего этого не надо, надо просто сидеть и смотреть в стену. И тогда уже самураи, которые, видимо, до этого не хватало мозгов разобраться, говорят, а, ну ладно, смотреть в стену, это и мы можем. В эту схему вообще никак не укладывается, кстати сказать, не Чирен, и его обычно позиционируют, как такого маргинала, который пришел на всех наорал, получил по шапке, хотели казнить, не получилось. Ну а что с ним дальше стало, никто не знает. Стоит ли говорить, что это абсолютно неправильно? Но я понимаю, почему так происходит, я очень хорошо это понимаю, потому что, да, действительно, если смотреть вот с линеарной перспективы, то так оно и происходило. Сначала появился эзотерический буддизм, потом откуда-то появился буддизм чистой земли, потом откуда-то появился дзен. И да, это вроде как выглядит как эволюция. Проблема в том, что если мы подаем это именно как эволюцию, и получается, что у нас каждый из действующих лиц выходит, исполняет свой номер, и потом уходит со сцены, кланяется, уходит со сцены, то очень трудно разобраться в том, что же реально происходит в истории японского буддизма. И не только буддизма, в японской истории, история Японии очень сильно связана с религией, и иногда становится непонятно, как, почему, откуда, как. Я предлагаю, и я сама стараюсь, в общем-то, я пока не совсем представляю, как это правильно все скомпоновать, но я буду стараться. Преподавать это все-таки не как историю эволюции, а как историю взлетов и падений, взаимодействия школ, реформации внутри школ, чтобы было понятно, что после того, как у нас появляется какая-то новая форма буддизма, все остальные, которые были до этого, не останавливаются в развитии, ни в коем случае не исчезают со сцены, они продолжают действовать. Если мы это видим таким образом, то многое становится понятно. Например, у нас часто Шенгон подается как такая чисто эзотерическая элитарная школа, которую понимали только аристократы, ей же и занимались только аристократы, но тогда непонятно, каким образом так получилось, что Шенгон у нас прекрасно пошел в народ. А он пошел. Те самые суперсложные эзотерические ритуалы, ими пользовались практически все свои населения. Кобо Дайши, основатель Шенгон, это народный герой, считай, по всей Японии. Да, хуже всего, наверное, обстоит дело с Тэндай, которую обычно засовывают в эзотерические школы, потому что она вот на этой эволюционной линии как раз подпадает под время, когда у нас царил эзотерический буддизм. Но это не эзотерическая школа. Да, в ней очень сильна своя собственная эзотерическая практика. Это да. Но откуда она вообще берется? Она берется от того, что Тэндай – это такая школа интеллектуалов и философов, которые занимались практически всем, разбирались во всех интересных практиках, которые были. И если рассматривать ее именно так, то опять же решается еще одна загадка. У нас подавляющее большинство создателей новых школ почему-то выходят из Тэндай. И опять же я наблюдала, как это подается примерно так, что человек был в эзотерической школе, потом ему все это надоело, и он придумал что-то новое. Но нет, это не так. У нас все существовало изначально в Тэндай, все эти новые концепции. У нас Ничи Рен основывается на лотосовой сутре, но лотосовая сутра – это базис самой школы Тэндай. Ничи Рен именно оттуда эту концепцию взял, изначально ее развивал именно как продолжение традиции Тэндай. У нас чистая земля, изначально вся эта концепция разрабатывалась именно в школе Тэндай. У нас Задзен изначально практиковался в школе Тэндай. Нет, эти люди не уставали от эзотерических практик, они выдумывали что-то новое. Они просто отпочковывались от основной традиции, чтобы делать упор на том, что их лично больше всего перло. И да, тогда, наверное, и с Дзеном-то проще, если мы рассматриваем это не так, что вот они решили смотреть в стену и до сих пор смотрят. А если повернуть это так, что, в общем-то, после того, как они стали смотреть в стену, они еще чего-то там думали, разрабатывали, и в результате, например, если вы приходите в любой Дзен-храм, будь это Ринзащу, будь это Сотощу, вы увидите в том числе почитаемые статуи Бодхисаттв. То есть не только в стену смотрят. Ну и, наконец, если мы рассматриваем не Чирена, как маргинала, то становится непонятно, как ему удалось создать настолько крепкое народное движение. Поэтому да, я считаю, что нужно смотреть не только... Нужно, во-первых, рассматривать концепцию каждой школы не только в тот момент, когда она еще была самой-самой новенькой, но и потом, когда она уже стала более-менее старенькой и привычной, потому что в ней происходили какие-то процессы, что-то менялось. Ну и, наконец, действительно, рассматривать концепции стоит в их прогрессии, внутри школы, чтобы понять, куда оно все шло и как оно пришло к современному... ну, скажем, к тому современному варианту, который у нас есть. И, опять же, мне очень не нравится, когда вот этот... вот эти изменения рассматривают как некое падение, что типа вот сначала они были такие чистые, такие незамутненные, практиковали то-то, а потом стали постепенно спадать в какое-то там стяжательство и так далее. Не совсем. Люди, понятное дело, развивали свою концепцию, смотрели, что интересует тех, на кого они рассчитывают, вносили какие-то изменения, заимствовали что-то из других школ. И в этом нет ничего ни странного, ни неправильного. Это как раз наоборот абсолютно правильно. Именно так и существуют религии. Об этом нужно рассматривать, об этом нужно рассказывать. Именно так, на мой взгляд, это нужно рассматривать. Ну что ж, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Может быть, кто-нибудь с этим сталкивался. Кто-нибудь, например, когда-то изучал школу японского буддизма так, а потом выяснилось, что все совсем по-другому. Интересно, конечно, услышать и про другие страны, потому что я, например, не очень хорошо разбираюсь в тибетском буддизме. Интересно было бы узнать, как там все это происходит. Так что комментируйте, пожалуйста. Ну что ж, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok